Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо в студии Лаура Иванова и сегодня в нашей программе. Мы живем полностью в белизне. Если я повешу белье, я не могу домой занести, потому что она воняет дымом. Городская свалка продолжает отравлять жизнь азовчанам. Во дворах появится современная инфраструктура и для детей, и для маленьких детей, и для среднего возраста. То есть это будут, естественно, игровые комплексы, детские игровые и спортивные площадки. Программа «Комфортная среда» объединила нескольких азовских дворов. И утром дети в школу идут, а тут движение машины. Это, вы знаете, страшно. Посмотришь, такое впечатление, что это вот-вот что-то случится. Незавершенный ремонт. Жители Петровского бульвара бьют тревогу. Сегодня во время еженедельного объезда города глава администрации Азова Владимир Ощупкин проинспектировал ход работ благоустройства дворов многоквартирных домов, которые в этом году вошли в федеральный проект формирования комфортной градской среды. В этом году планируется благоустроить шесть дворовых территорий многоквартирных домов по переулку Степана Разина 12, по улице Московской 76, по Красногоровской 33, по переулку Социалистическому 62, а также общий двор домов номер 9, 11 на площади Петровской и домов 28, 30, 32 по Московской. В пяти дворах активно ведутся работы по демонтажу старых конструкций покрытий малых архитектурных форм, которые подлежат замене в соответствии с утвержденными проектами. Что именно должно появиться в обновленных дворах, решали сами жители. Во дворах появится современная инфраструктура и для детей, и для маленьких детей, и для среднего возраста. То есть это будут, естественно, игровые комплексы детские, игровые и спортивные площадки, и малые архитектурные формы для людей пожилого возраста, вплоть до того, что лавочки, урны, обновление произойдет. Произойдет укладка асфальта, где-то это плитка по проектам, где-то резиновое покрытие, опять же, под детскими игровыми комплексами, бордюры, поребрики. Ну, то есть обновление, получается, как сейчас модно реноваться, всей внутридворовой зоны произойдет. В каждом дворе имеются свои особенности. Иногда подрядчики работ сталкиваются с непредвиденными обстоятельствами. Ну, допустим, как мы были с вами в первом, это площадь Петровская, площадь 9, там, например, а вообще обнаружился том, о чем никто не знал, подвал. Угольный подвал в пятиэтажном доме, который ни управляющая компания, ни собственники просто не знали. Он там был с момента строительства, был асфальт там закрыт. Начали снимать асфальт, образовалось это отверстие, и мы выяснили, что там подвал. А теперь это нужно, естественно, все, значит, законсервировать каким-то образом, закрыть, это не сметь и нет, естественно. Ну, и нужно просто технологическое правильное решение принять, чтобы потом там не провалилось все это. Что касается размера софинансирования, то его определяют сами собственники. В одном дворе оно составляет 5%, в 3, 10 и в 2, 15%. По договору благостроительные работы должны быть завершены до 1 ноября. Но подрядчик, азовская компания «Дельта», обещает справиться раньше, до 20-х чисел октября. Беспокойство главы администрации вызывает двор дома номер 62 по переулку социалистическому, в котором работы по благоустройству до сих пор не начались, из-за того, что управляющая компания не смогла вовремя предоставить все необходимые документы. Завершился объезд инспектированием работ в парке памяти. Здесь также активно ведутся демонтажные работы. Подрядная организация, азовская компания «Земля», обещает окончить благоустройство парка в конце ноября. Татьяна Ивашенко, Александр Истомин, Азов.Инфо. Повернулся ветер, вернулась проблема. Речь снова о городской свалке. О ее возгорании наша телекомпания рассказывала буквально на прошлой неделе. По словам директора полигона, силами МЧС и пожарных, они пытались локализовать пожар, но задымление продолжалось несколько дней. Надо отметить, что в прошлый раз жители поселка Солнечный не жаловались на дым, потому как ветер дул в противоположную от них сторону. Сейчас же ядовитые порывы снова направлены на их дома. Проблема городской свалки на протяжении последних 10 лет причиняет крайние неудобства жителям поселка Солнечный. Смена руководителей никакого результата не приносит. Жители постоянно дышат зловольным воздухом и гарью. Помимо этого рядом находятся детский дом-интернат и роддом. Как только поворачивается вечер в нашу сторону, все, жить нельзя. Форточки вечером не можем открыть, потому что дышать нечем. Мы живем полностью в белизне. Если я повешу белье, я не могу домой занести, потому что она воняет дымом. Это что, нормально? Для нас, для детей наших, для наших рядом живущих. Это ненормальность. И как мы будем бороться за будущее поколение в такой близости свалки? Нужно убирать и подальше от города. Постоянные обращения жителей данного района в различные городские службы не приносят должного результата. Женщины, которые здесь давно уже живут, говорят, мы обращались, мы писали, мы ходили, собирали подписи по всем дворам. Но толку никакого. Вчера мой муж звонил пять раз. Звонил МЧС, звонил пожарникам, звонил всем. Они нам объясняют, горит все это, загорается возгорание от температуры. А какая сейчас температура, чтобы это все загоралось? Какая у нас температура для возгорания? И участковые, и МЧСовцы сказали, а вам что, больше делать нечего, кроме вас, говорить, никто не звонит. В результате загрязненного воздуха, как считают жители, у них появляются различные заболевания. Стали у меня, мои хронические заболевания, связанные с дымом совсем на свете. Вылечиться не могу, мы все страдаем. Была последняя надежда на депутата, но обращение к нему никаких положительных результатов не дали. У нас сейчас здесь бездействие нашей администрации. В первую очередь квартальную, и в первую очередь нашего Голованева, нашего депутата, за которого мы голосуем, за которого мы отдаем все голоса. Он неоднократно у нас сейчас получает портфель и место за счет нас. Или же тогда мы ему звоним Голованеву, пусть он семьей своей приезжает и дышит тем же, чем и дышим мы. Как решить жизненно важную проблему, сказать сложно. Возможно, необходимо каждому выполнять добросовестно свою работу, тогда и проблем станет меньше. Несмотря на множество репортажей, ситуация с возгоранием свалки не меняется. Поэтому наша редакция решила направить запрос в администрацию города с просьбой обратить внимание на полигон твердых бытовых отходов и принять соответствующие меры. Мы продолжим следить за ходом событий. А пока прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Еще больше хорошей мебели в новом магазине «Мебель для вас» в поселке Овощном. Великолепные экземпляры мебели от лучших производителей. Мягкая и корпусная. С подбором обивки и размеров. В комплекте и по частям. Новый мебельный магазин в поселке Овощном. И уже хорошо знакомый всем в Азове магазин на пересечении Маяковского и Ленина. Мебель для вас. Прийти и выбрать. Новые выгодные тарифы от Пульс безлимитный интернет. Интернет плюс интерактивное ТВ от 400 рублей в месяц. Подключайтесь прямо сейчас и получите скидку 50%. Выберите подходящий пакет на сайте 3wtrkpuls.ru или проконсультируйтесь в абонентском отделе по телефону 4-21-43. Осенью хочется тепла и уюта. Магазин женской одежды «Ника» предлагает новую осеннюю коллекцию. Стильные женские куртки, платья, джинсы, свитера, которые согреют непогоду и при этом порадуют вас своим изысканным видом и отличным качеством. Ждем вас по адресу город Азов, центральный рынок, коричневая линия, магазин «Ника». Управляющая компания «Петровская» оказывает следующие услуги. Предоставление транспорта, ремонт и обслуживание инженерных коммуникаций, приборов учета, содержание, уход и благоустройство дворовых и прилегающих территорий, работы по текущему ремонту конструкции зданий, проводит мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ведет подготовку домов к осенне-зимнему сезону. Предлагаем выполнить работы по ремонту подъездов. Оплата производится за счет управляющей компании. С разурочкой платежей для собственников квартир. Жилой комплекс комфорт-класса «Новый Азов» представляет квартиры с чистовой отделкой. В новом кирпичном доме всего от 38 тысяч рублей за квадратный метр. Централизованные коммуникации и индивидуальное отопление. Жилой комплекс «Новый Азов». Улица Красногоровская, 21. Все подробности по телефону 279-89-89. На прилегающей территории дома 48Б по Петровскому бульвару после реконструкции коммуникации нарушена часть тротуара и асфальтового покрытия проезжей части. Это создает аварийные ситуации и доставляет большие неудобства жителям. Возможно ли исправить положение и кто должен это сделать, выяснили наши корреспонденты. Нынешней весной во дворе дома номер 48Б по Петровскому бульвару начались работы по замене водо- и теплосетей, за что жители выражают благодарность администрации. Однако после окончания работ так и остались невосстановленными. Нарушены участок тротуара и дороги. В этом году нас хотели благоустроить к Мундиалю-18. Перекопали, меняли трубы. Сначала водоканал, потом теплоэнерго. И вот как перекопали, надо было заасфальтировать. Никто не заасфальтировал и друг на друга. Когда делали ремонт нам труб, посрывали лавочки, лавочки сорвали. И ничего нам никто не сделал. Все оставили у нас порыто. Ничего до ума не довели у нас. Все разрыли, а ничего не сделали. А вам обещали? Конечно, обещали. А что обещали? Что все позарывают. Каждый свою работу понемножку сделал. И осталась территория, кусок, участок, не доведенный до ума. Вот вы видите, и рытвенный. Это все, что было разворочено, до ума никто не довел. И концов, можно сказать, теперь найти очень трудно. Кроме этого, уничтожена и большая клумба, виноградник, посаженный 30 лет назад. По словам жителей, это огорчает, но не является проблемой. Они высадят новые растения. Но восстановить тротуар и дорогу не в их силах. Сейчас пока дождя нет, еще можно. А тут по колено воды будет. И у нас дорога одна. Сейчас дорожку, там, где пешеходы ходили, они вырыли, вперед. Вот она была. Вот это была, да. У нас вообще дорога узкая. И сейчас вечером машины и утром дети в школу идут. А тут движение машины. Это, вы знаете, страшно. Посмотришь, такое впечатление, что это вот-вот что-то случится. Два месяца Валентина Островская пытается найти тех, кто должен выполнить необходимые работы. Но, оказывается, она взвалила на себя чужие обязанности. Заместитель начальника управления ЖКХ Николай Дрозд пояснил, что обеспечить комфортные и благобриятные условия обязана управляющая организация, которая и следует выяснить, кто, кому и на каких условиях выдавал разрешение на разрытие и кто должен привести двор в порядок. Татьяна Ивашенко, Александр Истомин, Азов.Инфо. Устоявшаяся этой осенью жаркая погода радует жителей Ростовской области продолжением лета, если учесть, что во многих регионах оно прошло стороной. По мнению синоптиков, такая температура воздуха во второй декаде сентября, конечно, не характерна для нашего региона, но все же бывает. Если рассматриваем 70-летний ряд наблюдений, то такая погода наблюдалась всего лишь пять раз. А последний год или последний раз наблюдалась в 2015 году. Абсолютные максимумы в этом сентябре не перекрыты ни по одной метеорологической станции. У нас наблюдались абсолютные максимумы дня, но всего лишь дважды. 16 сентября и 19 сентября по оборуду Ростова-на-Дону, когда температура дня превысила абсолютного максимума, то есть на 1-4 градуса. Надо отметить, что жаркая погода сохранится до конца этой недели. А после прохождения сухого атмосферного фронта, начиная с 26 сентября, дневные температуры не будут превышать 18-24 градусов. И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Звоните и сообщайте нам информацию по телефону 615-54. Будем делать новости вместе. До свидания. До новых встреч. Новости. 21 сентября ожидается ясная погода. Температура днем плюс 31-33, ночью 18-19 градусов. Ветер восточный 5 метров в секунду. Влажность воздуха 34%. Уровень воды в реке Дон на 3 сантиметра выше нулевой отметки. Температура воды в реке плюс 21 градус. Атмосферное давление 755 миллиметров ртудного столба. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова